Бонжорно, сеньоры! Хочу поделиться с вами отличной идеей для летнего отдыха. Этот город называется Кьоджа-Сотто-Марина. Здесь красивый центр с историческими достопримечательностями, очень похожим на венецианские. И курорт, море, пляжи, песочек, адриатико симпатико. Как в нашем сезоне, если у нас не потеряешься венецианские. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Узкие улочки и дома на воде, прямо как в Венеции Кьёджу часто называют и прабабушкой, и правнучкой в Венеции, никак не могут определиться Но я бы сказала, что это младшая сестричка А вот и карта Значит, вот здесь идут пляжи, 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 пляжи А это, вот так по мостику, исторический центр Кьёджи Приехали мы сюда на машине, 900 километров с хвостиком преодолели по красивым видам И сняли вот такой парк-отель Заказывали на букинге Очень хорошо тем, что вот через пешеходный переход и сразу вход на пляж Багни Лунгомаре И вот он даже запечатлён в искусстве По мраморным ступенькам Двери открываются И такой вид Бон джорни Такой холл Красивый Морские подушечки Все со вкусом, уютно Зарильный антикварный Комод или что-то Столько мелочей, но полны красоты Светы Кожаные кресла Красивые картины Интересные на мой вкус Так, давай, Миш, вот наш номер Открывай Прикладывай карту Прикладывай сюда Заходим Так Чего у нас тут? Ванная комната, да? Душевая кабинка И все-все Бельдэ Как положено Полотенце Я вообще не верю Если это реально Я не верю Подустали с дороги Ну вот Смотри, чтобы вот этот был вид с окна 100 евро где-то нужно доплатить За вид на море Мы тут будем сидеть вечерами Ого Солнечные батареи Ну-ка Ура Бимба Бимба Есть Посидеть Стульчики Так, это клематизация И главное, по-моему, тут есть холодильник Что редкость Вон, есть холодильничек Ура Ура Ну как, Миша Здорово? Я не могу Типа Узнаешь ли кровать Твердое Или място? Ну, знаешь Сегодня вечер Когда будем ложиться спать Класс Ого Какой огромный телевизор Парк-отель вечером На входе На входе Львы Пальма Шурчат Чаша Уютные фонарики Какой-то уголок Японии Не Хороший отель Рекомендую Рекомендую Еще здешние пляжи имеют голубой и зеленый флаг Итак Итак, первая пицца за наш отзыв Пиццерия Мамма миа Пицца Маргарита Любимая Мишина Мишина Пицца Ну Спасибо Боже Ну, Миша Да, первый раз слушает Альянскую настоящую пиццу Как тебе? Сколько из десяти? Десять Тянучий сыр Вау Тянучий сыр Так, вторая наша пицца в Италии Спасибо 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 Подписывайтесь Спасибо Хороший фонарик Почти Подписывайтесь Давайте Посмотрим Парк Так Например Заказ Парк 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 Миша хочет посмотреть на тренажер. Вон гантели есть, прыгающий шаг, попробуй долбануть. Беговые дорожки, тут бегать можно, электрические. Если будет желание и силы позаниматься спортом, утром идем на пляж. Тут миллион пляжей и есть детские площадки в бассейне. Можно взять себе вот такой домик, там сложить вещи на замочке. Море. Так, девять утра, это по итальянским меркам из Ирана. Мы поселились. Вот здесь такая дорога, как променад. Заходят туда-сюда люди. Тут можно пройти. Что строите уже что-то? Ага. Так, люди ходят, ходят туда-сюда. И мы тоже пройдемся. Так, вот тот самый высокий парк-хотель, это наш. Выяснилась новая подробность. Миша пошел с папой там мячик какой-нибудь купить себе. А подошла ко мне охранник. И я теперь поняла, почему люди ходят туда-сюда. В общем, здесь вот там снять лежаки и зонтик это за деньги, за евро. Там 20, 30, 40 евро. А здесь подошла охранница и сказала убрать зонтик. Нельзя в этой как-то бесплатной зоне только сидеть на солнце. Или же вот так вот ходить, как все ходят здесь. Туда-сюда. Я теперь поняла. Ждется нам на эти, наверное, снимать. Так, на второй день мы пришли опять же в эту пиццерию Мамма Мия. Так, картошка фри и котлета. А здесь ассорти из морепродуктов. И вот эта штука интересная, что это такое. А, вот это картошка, я так поняла. Картошечка. А что мне болит? Креветочки, кальмарики. Ммм, вкуснятина. Просто гуляем. Памятник рыбаку. Ура, Миша пробует итальянское gelato. Как оно ощущение? Вкусно, нет? А нужно весь мир знаменитый. Сколько из десяти? Солидные восемь. Отлично. Все, вот мы переходим из Сатамарины в Киоджо. Вау, уже первые красоты по пути. Вау, какие цветочки. Прикольно. Прикольно. Любит. Колокольня. Собор. Венецианская архитектура. Старина и красота. Сейчас будет мост. Вот начинается маленькая Венеция, Киоджо. Красота. Нужно пройти по этому мосту, чтобы попасть в центр Киоджо. Где-то около шести вечера, а жара, как средь бела дня. Италия. Такие причалы вдоль моста. Вот такие деревянные многолетние столбы, чтобы привязывать свои лодки. Скульптуры. Рабочий несет капусту. Колхозник, вернее. Рыбак наловил рыбы. Это же рыбацкий край. Класс. Сетка даже из бронзы сделана. Такая прикольная. Так, ну а тут буксиры какие-то. Промышленные суда. В море утки плавают. И мост я прошла. С двух сторон окружен водой. Ездят много велосипедов. Ой, ну как же красиво. Главным из местных каналов является канал Вена. Из памятников старины в Киодже сохранились. Базилика, памятник, мэрия города и колокольня. Я уже знаю, как колокольня по-итальянски. Компанила. Тут много соборов сосредоточено. И у каждого компанила. И вот такой еще прикольный стол. Возле мэрии города. Вот как. Напротив достопримечательностей в перемешку с ними нескончаемые кафе, ресторанчики и магазинчики. Галерея. Еще красивая. Одним глазком посмотреть внутри. Компанила из Сан-Андреа. Четырнадцатый век. А это, между прочим, старейшие в мире действующие часы средневекового происхождения. Звук колокола. Ну, это как бы колокольня. А на самом деле защитно-обзорная воинственная башня. А это сам Сан-Андреа. В общем, это самая центровая улица. Кьоджи, Корсо де Пополо. А перпендикулярно этой улице узенькие-узенькие улочки. Сувениры. Вот. Китайского производства маски венецианских. 10 евро. Теперь начинают питательцы. И даже феноски. Очень много чего. Сувениры. 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 Красные. маленькие. Сувениры. Сувениры. Влиняют на ветру... Те штуки. Сувениры. А вот такой магнитик на память. мост Ponte di Vigo XVI век за Львами. Почти реально мост, как у Венежи. Так, поднимаюсь на мост. Открытое Агретическое море. И канал Вена. Кьоджа известна также изготовлением кружек. Казанова, между прочим, не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов. Как они плавают на своих гондолах. Еще красивое место. Вот этот канал Вена. Такие домики. Видно вон печную трубу. Стою на мосту. Да, тут такие прикольные инсталляции на каблучках. Красота на каждом шагу. Вот такие мостики. 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 Канал Вена. Чайки. Чайки летают. Вечерела. А красота. А красота все не заканчивалась. Красота. Красота. Очередная компанила. Красота. 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 А здесь какая-то арт-галилея. арт-галилея. Выставка работ итальянских художников. Красота. Красота. Велосипеды, машины. Это Дуомо. Самый большой. Триумфальная арочка. Вылёт, дядя, с работы, наверное, на лодочке. Лев унициалский. Арочка. А здесь птички поют. Благодать. Тут мальчик какой-то лежит. О, Дева Мария. Санта Мария. Какая красота. Здесь прям ступенечки. Садишься на лодочку. Плывёшь, куда тебе надо. Такой катамаранчик. Всей семьёй можно покататься. Вот, купила себе подарочек на день рождения. И новый костюмчик в буддичке итальянском. И вечерняя сатамарина на закуску. Всё свертает и кружится. Наклоненный маяк, как Пизанская башня. Народ пьёт гулять под пальмами. Гаванапарк. Вау! Лунапарк. Оно вращается, это колесо. Цвета итальянского флага. Базилик, тесто и томаты. И наш отель по имени Парк. У нас какой-то симпатичный бар. Доброе утро сатамарина. Пол шестого бит с балкона. Вон там месяц. Ну, завтраки в отеле шикарные. Шикарные. Костяки. Так, вот набрала себе мой любимый мармелад оранчо. Фруктики. Такое. Такое. Все итальянцы пьют на завтрак капучино. Как приятно у нас в парк отеле. Отправляемся на прогулку. Идем вот туда. Напрыгательный такой аквапарк надувной. Путь нам предстоит не близкий. А по дороге будем окунаться и снимать пляжи. Так. Много итальянских флагов. И обратите внимание на какие здесь катамараны. Формула-1 с горкой. Чезлонгами. Вон целый автопарк катамараны. А по пути нескончаемая линия пляжей. Вон там видно вдали колесо божьей. Адриатическое море. И Адриатическое море. Это радуга. Детская площадка. Такая крутая. Вот еще автопарк таких катамаранов с горками. А по дороге можно окунуться в море. А мне очень нравится. И напоминает мое детство и бердянскую косу. Идешь, идешь. Да. Углядели детскую площадку по игре растения против зомби. Тут еще пальмы разные. Идем сюда. Вот она площадочка. Растения против зомби. Мы в детстве с Мишей так играли. О-о-о. Я там прошла все уровни. О, это вот эти бомбочки. Это вот тот злой босс. Класс. Ага, вот тут вспоминается. А вот это сильная фигура. Эти солнышки добывают. Долгожданная прыгалка. Вода чистая. Вон видно такие песчаные барханы под водой. Хорошо. Мелко. Возле берега. О, первый раз я так близко подхожу. Так, ну мы наконец-то поняли, какое самое выгодное приобретение здесь в Италии. Это два шезлонга и зонтик. Так можно выдержать эту жару. Хорошо. Молодец. Так, мы ходим ужинать только в рестораны и пиццерии, у которых оценка 4,6-4,3. И сейчас мы идем в пиццерию Эль Паша. Вот так все. Грифут, грифут. С тормозками. С тормозками. С тормозками. У вас снимается крутая камера. Он там сразу одновременно столько делает. Ммм, Маргаретта. Аморо Нио. Вот тут в Сатамарине тоже многочисленные улочки. Симпатичные домики. Отели. И строятся новые. Здесь гардинг. Пиццерия Ресорт. Лайк. Я догадалась заказать половину пиццы Маргаретта, а половину прошутто хотя бы. Потому что Маргаретта уже не лезет в Маргаретта. В этой пицце три основных ингредиента. Страсть, качество и креативность. Есть тут и супермаркеты с итальянскими специалитами. Будпам. Тут богатый выбор фруктов. Есть даже индийские. Хлебобулочные изделия. Сыры. Киску. Тирамису сейчас возьмут себе. Ой, какие тортики. Вот такой. 5,50 евро. На фоне колбасы. Есть другой. В общем, как увидела я тирамису. Так и забыла. Бросила дальше снимать. В супермаркете. В общем, все есть. Поверьте на слово. В каждом итальянском городе есть какой-то свой эксклюзивчик для покупки. Вот, например, в Пизе я купила зонтик. Который нигде потом не видела. И здесь вот такой для лежаков. Удобный. С подушечкой. С кармашками. Натягивается на лежак и не сдувается ветром. Тело де Летино. Рекомендую. Из всех мест, где мы были, пиццерия Эль Паша самая лучшая. И можно взять с собой. Несколько раз брали с собой наггетсы. И еще картофель фри. Пиццу. Обязательно сюда зайдите. Так. Вот их меню и цены. Первая колонка. Размер. Нормальный. Ну, а там больше, больше. И главное, что здесь, кроме пиццы, есть и хот-донги, и кольцоны, и панини. И много-много чего. Вау, какое кольцоны обалденное. Эль Паша. Такое кольцо на скольких таких, как мы едим, так это на пятерых. Грибочки. Ой, грибочки, да. Так, начиночку покажите, пожалуйста. Грибочки, крошутто. Обалдеть. Какая красота. Так, сейчас буду пробовать. Ах, горячие. Только с печки. Тут такие печки. Там все крутится. А там сырок, моцареллочка. Ммм. 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 Развлечение для детей на пляже. Ммм. 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 Старайтесь так предугадать свой отпуск, чтобы в будничные дни, потому что в субботу и в воскресенье здесь кишит людьми, кишит. Я еще думала, зачем им так много этих лежаков, если они всегда пустые. Такого не было в будничные дни. Ещё ездит такой вот паровозик с охлаждающими вкусняшками. Сёрферы без денег и дивианты. Брависсимо! Лайк, подписка. Нида ля комедия. Отдохнули хорошо. Адриатическое море. Йоджо, Италия. Очень понравилось. Италия. 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 Разве можно остаться равнодушным к этой итальянской красоте? Италия. Италия. Амур и мио. Панорамка. Хороший городок. Рекомендацион. Нет! Панорамка. Панорамка! Пéricяща! Тольно. Ну вот, вот. П adopted. В짝อohn! Вау! Пошел! Потально! Адриатoue! Продолжение следует...